Промышленные площадки Кольской ГМК должны быть не только единым производственным организмом, но и удобным для зрительного восприятия рабочим пространством. Решить эту задачу должен дизайн-код, который разработали для предприятия специалисты студии Артемия Лебедева. Дизайн-код – это проинлюстрированный набор правил, требований и рекомендаций относительно облика города. Так звучит одно из определений. Какой может быть и какой не должна быть уличная реклама? Где и какие должны стоять скамейки и светить фонари? На все эти вопросы отвечают разработчики дизайн-кода. Понятие дизайн-кода сегодня уже крепко обосновалось в городской жизни. На очереди промышленные предприятия, возраст которых исчисляется десятками лет. В то время просто не было необходимости, да и возможности заниматься производственной красотой. Сейчас все понимают важность дизайна, все понимают, что это мировой тренд и что надо делать красиво. При этом Норникель является своего рода первопроходцем. И вот такой вот важный, ну такой системный подход комплексный именно по созданию дизайн-кода вспомнить в российской практике сложно. Можно, например, Сколково привести, но это скорее такой городской кластер. А вот чтобы именно промышленная площадка полностью была проработана в рамках дизайн-кода, тут, наверное, Норникель идет впереди всех и в этом смысле на нас лежит большая ответственность. О необходимости создания дизайн-кода руководство Кольской ГМК заявило на инвестиционном комитете Норникеля в марте этого года. И проект получил финансовую поддержку. Об этом генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко рассказал во время корпоративного онлайн-диалога с работниками компании. В Кольской компании мы об этом задумались всерьез. И создание такой среды взаимосвязанной, стилистически единой – это одна из ключевых задач, которую мы, как руководители, решаем в КГМК. Это привлекательность внешних видов фасадов производственных административных зданий и сооружений, создание удобной транспортной и пешеходной инфраструктур, обеспечение информационными конструкциями, элементами навигации. Перед нами стояла задача преобразовать внешний вид фасадов. Мы разработали принципы, согласно которым в зависимости от высоты здания, его функциональной принадлежности, оно имеет разную раскраску, разное оформление входной группы. Мы разработали систему навигации удобную, систему зонирования и цветового кодирования на территории завода, чтобы там было удобно ориентироваться, чтобы люди не могли заблудиться. Мы разработали рекомендации по благоустройству, озеленению, по подбору уличной мебели, чтобы она была современной, вся в едином стиле – это и скамьи, и урны, и фонари, и прочее. Мы разработали правила размещения и рекомендации по внешнему виду арт-объектов на территории площадки. Мы разработали рекомендации по праздничному событийному оформлению. Поэтапное внедрение дизайн-кода на промплощадках Кольской ГМК в Манчегорске и Заполярном начнется в ближайшее время. Реализовать проект планируется до конца 2023 года. Илья Кумлев, Петр Шарабоков, ТВ21+.